Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 468. Событие дня. Эпиграф. Пророк Иеремия 32-35. Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех. Это Господь говорит. За 24 марта 2017 года. Ну, небольшие объявления у меня. По скайпу можете выходить на меня с 4-х Москвы ночи до 4-х дня. Кто ждет разговоров по скайпу, он должен сначала, должен сначала написать тут же в скайпе снизу, спросить, когда я буду свободен. Если ответа нет, пройдет день-два, снова напишите. И не звонить мне в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Мне это очень неудобно, когда начинают долбить некоторые, а у меня в это время запись идет или меня даже нет. Прошу это правило не нарушать. В скайпе, на моей страничке, на других ресурсах, одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Прошу не нарушать себе регламент. Но это не касается комментариев, которые под роликом делают. И вот вчера появился ролик. Женщина одна прикинула мне его. Называется так. Почему женщина в храме покрывает голову? Вот по-русски зарядите. Вот у меня тут видно, как ее назвать название или как в электронной версии. Почему женщина в храме покрывает голову? И там священник один говорит. Вот по всему видно. Или он совершенно неверующий, или давно страх потерял. Совершенно бессовестно искажает слово Божие. Просто страшные ляпы делает. Или умышленно. Где говорится об ангелах Божьих? Он говорит, это демоны. Ну дальше-то идти уже некуда. Как одна старобрядка. Говорит, а что это такое? Я слышу Иегова. Я думал, что это сатана. Прости Господи, что говорю. То есть вот так может человек запутаться, извратить мозги свои. Не понимает ничего. Почему женщина в храме покрывает голову? Он оправдывает. Не надо. Надо смотреть на другое сердце. Надо любить всех. Это любисты. Они все одинаково. Сыты, довольны. Видно, что жизнь ему улыбается. И зайди к такому в храм. В брюках женщина накрашена, но ничего не скажет. Лишь бы только приходили. Бизнес. Заманывают. Вот на этот ролик отвечает Галина Влеська из Новокузнецка. Мир вам, братья. Непокрытые девичью голову во время богослужения священники благословляют. Да и на нашем приходе дива такая стоит. Адъютант его высокопреподобия, пьющего сорокалетнего протеюрея. Вот как он называет его. Его высокопреподобие, пьющий сорокалетний протеюрей. А это его адъютант. Таким образом, священник проявляет любовь к новоначальной вере. И сыскивает ей суженого. То есть, смотри, она без платка, поэтому она не замужем, не замужем. Она говорит, не сужу. Нет, нет. Слезы рекой. Помогите словом подойти к нашей Насте. Скажу. Думаю, что батюшки наши почерпают такое надуманное снисхождение к новичкам и слабеньким христианочкам в интернете по переписке друг со другом. Кто и что выдумает новенького для привлечения в храм. А после Христос, если захочет, то и спасет. Это они так говорят. Господи помилуй. Полистала многие православные сетевые ресурсы в свое время. В основном всюду отсебятина. Либо младостарчество с детским пониманием слова. А вот почему в младостарчестве Осипов говорит и негодники такие наменяют, а вот Игнатий учат. Ну, в первую очередь, я просидел у ног Христа больше полвека. И не молодой я уже, 77 лет. То есть, ну, никак ко мне младостарчество не относится. Лепят что угодно. То есть, совершенно аманкуртины. Как говорят, без ума, без царя в голове. Я по слову Божию отвечаю. Одновременно, что говорят святые отцы поэтому, что каноны церковные говорят и жития святых. Какое младостарчество-то. А то я свет Христов. Если свет, который в тебе есть, говорит, тьма, то какова тьма? То есть, сатана претендует на такие названия. Воля Божья, там, так называемый, цариона, пантео. То есть, все вот эти бесогоны, они разные названия. То есть, порощат хорошее название. Свет-то Христов. Хорошие слова. А у него ни фамилии, ни имя, ничего нет. И вот он искажает, вырезает, добавляет, как бы, музыку такую, всякую мерзость. То есть, это абсолютно безбожники. Ну, им, конечно, надо, чтобы она была раздетая. И даже и лямочек, бретелек не было. Многое на себя берут. И так же болеют тяжкими, умирает раньше времени. Демон гордости. Обличение не помогает. Близко при дверях стоим. Спаси Христос за открытую истину для меня. На ваших благословенных ресурсах. Благодарю Бога за встречу со всеми вами. Исправляемся вместе. Поклон. Далее Юрий Соболев пишет. Вот что значит богословие, иронично говорю. Поставленные вами вопросы совершенно верны, Игнатий Тихонович. Для меня же этот вопрос закрыт. И подобные суи мудрые толкования отскакивают, как сухой горох. А какие вопросы? А я скажу. Я нашел этого священника, где ему писать можно было. И в виде вопросов ему задал к его ролику, где он оправдывает все. Ибо Слово Божие живо и действенно. Евреям 4.12. Как написал тот же апостол, что написал и про покрытие головы женам. Наталья Чернова. Вот никак не могу себе платок подобрать, чтобы красиво сидел. Я как у ваших красавиц и кружавщик пришила, и белый цвет взяла, а все как не одену, как бабка. Не могу понять, что с лицом не так. Но не буду останавливаться. Буду еще экспериментировать. Надеюсь, подберу. Так вот, сначала бы надела, а потом экспериментировала. Платок должен быть двойной. Поводник внизу, чтобы ни одна волосинка не была видна. И даже у девочки, которой 6 дней, 8 дней от рода, надень на него платок. Я не знаю, здесь будет или нет, какие я вопросы задал, потом посмотрю. Платок называется. Вот пишет один. Добрый день, Игнатий Тихонович Лапкин. Сейчас смотрю. Какой-то тут адрес. Обстановка при рассылке наших книг осмотрен без взятости. Называется. И на седьмой минуте в книге увидел этот адрес в книге. Какой-то адрес. В одном из видео вы вспоминали о пресвитере Баптиста в Саблине. О его богоотцу, пищеской жизни, написанной им книге «Правда об изнанке Баптистов». Сколько лет Саблин был начальником у Баптиста? Вопрос. Его грехи раскрыли христиане или он сам вышел из этой общины? Второе. Можете ли вы через своих помощников сделать копию написанной книги «Правда об изнанке Баптистов»? Яков Саблин. Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1966 год. 55 в ней страниц. 10 тысяч экземпляров. И переслать мне. Я далеко живу от России и не имею возможности приехать в Барнаул. Я за все уплачу. Но «Правду ли он пишет в книге?» «С благодарностью за вашу помощь, Анатолий. Я отвечаю. Ни на один вопрос ваш не могу ответить. Данных никаких нет. А уж о том, чтобы искать эту брошюру, да помилуй меня, Господь. Чего бы ради я искал эту пакость? Я был у него один раз с его другом, Молчановым Николаем Естеровичем. Из Мелитополя. И проплакал о нем глаза свои там же. Зарядил в поисковик своих 38 книг я. И нашлось несколько фраз. Прямо оттуда в кавычки беру. В 38 моих книгах. Это я пишу. Приходилось говорить с Саблиным Яковым, пресвитером Баптистов, возраст которого поджимал уже под 100 лет. И он все время сетовал, что не подсчитал, как должно родителей своих. И тут, где какой-то сбой получился. И он не должен был жить столько лет. Написано, кто щит отца и мать, будет долголетен на земле. Почему в России самый низкий уровень жизни? И уровень, и срок жизни. Почему? А я с тобой прошу вопрос. Скажите, вы слышали, как ругается в мать? Да я, твою мать. Стоит какой-нибудь нерусский, торгует урюком. Два слова не скажет, а ругается чисто по-русски. То есть, злословие матери, ни на одном языке нет такого лавины. В миллиардах экземплярах, как у русских. И поэтому, в каком долгожительстве можно думать? Никогда русские люди жить не могут долго. Вроде 58 лет. Северные народы 38 лет живут. Потом нашел еще в одном месте, я о нем говорю. Вторая книга, Сарс 1.20. Говорится о страшной трагедии, постигшей Израиль. Первый любимый царь Израиля Саул, сделался богоотступником, стал гнать проповедника. Лучшего проповедника древности, псалмопевца Давида. Уничтожил город священнище с Кеномгу и кончил тем, что душу погубил, пошел к ведьме перед последним сражением. И он пал. И когда до Давида нашла весть, он составил плачевную песнь, поэму сложил и говорит. Вторая книга царств. Первая глава, 20-21 стихи. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горги Луйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула. Как бы ни был, он помазан елеем. Если мы слышали где-то о поражении, о каком-то отступлении, не будем об этом возвещать. У меня был знакомый баптистский пресвитер Савлин Яков Федорович. Я его видел, он жил до 93 лет тогда. Проповедь его имела большой успех, но он пал, отступил, связался с властями. И когда против него говорили, то спросили другого, Карла Станислава Седлецкого пресвитера, а вы что можете сказать? Я не знаю, это о ком, но он помолчал. Потом ответил, знаю больше всех, а сказать ничего не могу. Мы вместе когда-то проповедовали с одной кафедры, мы вместе когда-то воспевали одни и те же псалмы пред Господом. Я могу только печалиться, я не могу возвещать о его падении. Вот какой вывод можно сделать. Не подыскиваться, потому что ты устоял, а он пал. А покрыть это все, где-то надо возвещать, а где-то надо промолчать. Так многие сегодня считают. Считали так точно до пана Вероны Кореи, точно так же учили и других, что Моисей тот же негоден. Так считали на всего лишь один день. Теперь они уже так не считают, это я отвечаю с другого места. Тем более понятие святости у нас очень относительное. Я привожу всегда пример такой. Вот у нас в Барнауле старые служители знают, был очень старый пресвитер Саблин Яков. Души обращались через его проповедь. Когда он приезжал в какую-то общину, то говорили, что праздник у них, и бы приехал Яков Федорович. И только в конце жизни оказывается, что этот человек жил в страшных преступлениях и грехах, но про других знал все, что нет ни одного по-настоящему верующего у баптистов. Это он говорит. И вопрос тогда я лично ему и задал. Ну хоть одного верующего вы знали? Это у него на дому было, меня туда привел Молчанов. Он ответил, ни одного не знал. Он верующих не знал. Я говорю, а как же вот на фотографии вы с Прохановым, Иваном Степановичем сидите? А это же из руководящих органов был. И с Одинцовым рядом. Но это дело другое. На Одинцова ничего не мог сказать. Но через проповеди Саблину у баптистов люди обращались. И сам он был нечестивец. До 70 лет жил двумя стремя при любодействии. Ужас, что за ним открылось. И после того, как его выбросили, для него закрыли общину на замок. А он через несколько лет выпускает книгу. Правда об изнанке баптизма. В библиотеках можно взять. Я вот сейчас посмотрю. О платке. Что же у меня тут? Я думал, что тут она у меня есть. Да это прям минутку одну я сейчас могу найти. Покрывало, платок. В папочку посмотрю. Платок. Платок. Смяевку. Платок. Пояс. Так. Платок покрывало. Вот она платок. Нашел. Ну, это не то. Вот видишь, как вот взял. Как-то теряются иногда. На столе все оставлял. А сегодня нет. Что я ему вчера ответил, тому человеку. Вот. Почему женщина в храме покрывает голову. Мне скинули. Дальше я нашел внизу. К. П. Собачка. Азбука. Если священник благословляет, не надевать платок или что иное. А священник благословляет, не надевать. А Бог не благословляет, говорит святой Феофан Затворник, то что будет утверждено на небесах. Но любому понятно то, что Бог, да слово-то Божие, не твое. И он стоит и просто изгаляется над Библией. Далее пишу. Составить ответ вовсе не трудно этому священнику. Свою слово там это. Но тогда необходимо будет сделать статье, видеоролику. Иной заголовок. А какой иной? Иной? Так, первое. Варианты даю. Как надо было ролик назвать ему. Почему ныне женщины в храмах не покрывают голову? И почему священники потворствуют этому? Вот так назвать. Малахе 2.7. Ибо уста священника должны хранить ведение. И законно ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Саваофа. Осень 46. Что люди погибают из-за недостатка ведения. Второй вариант. Или назвать. Зачем нужны сегодня духовные семинарии и академии? Ну я знаю зачем. Чтобы оправдать любое безумие, любое беззаконие. И вот он там начинает говорить. Город Карвинф. Там было блудник. Блудниц много. И чтобы платок-то не надевали. Потому что вот тут такое городе. Даже одно с другим не совпадает, что он есть. Вроде бы за ними охотятся и прочее. А дальше приводят. Вот в Греции сегодня обычай. Когда греческие пожилые, даже женщины, в платках приходят в храм. То перед храмом они снимают платочки и кладут сумочку. То есть все наоборот. А для чего? Ну потому что много лет они были подвигом турков. А у них там хиджаб носят. Так вот, чтобы вроде уколоть этих мусульманок. Они же все покрытые. Поэтому наши раскрытые. Это вообще безумность. Как говорится, безумнейшее из безумных толкований. Так они к Богу обратятся через это. Да они плюются на вас глядя. Кому вынужи такие безбожницы? А ты бы наоборот сделал. Вот они делают так. А ты еще скажи, они их пять раз молятся. Намаз совершают. А у нас семь раз. Я не до того удивляюсь, когда узнаю, что у нас именно так. Псалом 118, стих 164. Где говорится, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. И дальше. Вот еще семинарии нужны. Исайя 47, 10. Ибо ты надеялась на злодейство твое. Говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое. А они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем. Я и никто кроме меня. Или такое дать название. И название этому ролику. Куда ведут нынешние батюшки любвисты свою паству. И все о любви они говорят. Любви. А это любовь и хуже всякого злодейства. Как они стоят. Ему замечания батюшки делали? Нет. Не положено. Даже одна ему. Он сам об этом говорит. Девочка у него с собой была. Я священник. Ты мне что указываешь? Вот. То есть заедается. Иеремия 23, 30. Посему вот я на пророков, говорит Господь. Которые крадут слова мои друг у друга. Или назвать так. Что делать, если мерзое запустение признано законом? Ответ. Я советую этот ролик так назвать. Исайя 59, 4. Никто не возвышает голоса за правду. И никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. Или пятый. Почему упадут в яму и слепец, который может быть даже обречен в рясу? И тот, кто раскрыв рот, слушает всякие бредни в храме, не смиряясь ни со словом Божиим, ни с трудами святых отцов Церкви Христовой. Матфея 15, 14. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Или так назвать. Было ли когда в Церкви Божией такое, чтобы так бесстыдно искажали смысл Святой Библии, как ныне, уже не стыдя свящают служители алтаря, будучи облачены в священническую одежду и близ алтаря? Иеремея 5, 29. Неужели я не нахожу за это, говорит Господь, и не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается в этой земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Или Можно ли ожидать улучшения нравов священства и в народе, если грех искажения текста Святой Библии оправдывает и заменяет вымыслами человеческими и как бы ведут слепотствующих в небо? Ответ Осия 5, 4. Дела их не допускает, их обратиться к Богу своему. Ибо дух блуда внутри них. И Господа они не познали. И бродобритие, что бороды бреют, оправдывают. И что они постятся, оправдывают. Они больные люди, то другое. То есть развратители, разбойники. Пираты захватили церковный корабль. 8. Или почему самыми ярыми защитниками нарушения слов Духа Святого являются ныне именно служители алтаря, и их слушают? 2 Тимофея 4, 3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые рстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Девятый вариант. Если дева не выйдет замуж, то когда же ей? Вот вопрос ставлю я. Когда? В каком возрасте можно и нужно будет надевать покрывало, платок на голову? То есть если она девушка, девушка все время без платка, или наполовину, как у старого обрядцев, голова открытая, щуп выставят все, то когда? Вот ей 18-20 замуж не взяли, и наконец ей уже 40-50, и она все без платка может быть, как у сектантов. Без платка она капиталь, или там проповедуют. Десятое. И почему в одном и том же стихе слово «жена» относят только к замужней, а слово «муж» уже относят ко всем мужского пола, и к мальчикам, и не разрешают в храме стоять, им в головном уборе? Почему? Первое Коринфянам 11-4-5. «Всякий муж, молящийся или пророчествующийся с покрытой головою, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующаяся с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы была она обритая». А вот священник там и говорит, это знак, Павел говорит, покрывало для ангелов. И златоуст толкует все как надо. А он толкует, что это демоны. Вообще сумасшедший какой-то или что. 11-е. Так назвать этот ролик советует. «Кто позволил мужчинам, облеченным саном разной величины, носить на голове шапочки, кипы, митри, камелавки и прочее покрытие во время бакалужения и молитвы? Исайя 45, 23. «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что передо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». 1 Петра 1, 25. «Но слово Господне пребывает вовек, а это есть то слово, которое вам проповедано». Или 12-е. «Какое наказание обещано Духом Святым тому, кто проповедует иное, чем в Святой Библии? Галатам 1, 8-9. «Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». евреям 13, 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Как понимали святые отцы об ангелах в этом стихе 1 Коринфянам 11, 10. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Святой Иоанн Затаус говорит так. «Почему же именно? По всем сказанным причинам и кроме того для ангелов. Если ты, говорит, не обращаешь внимания на мужа, то постыдись ангелов». С большой буквы ангелов. Блаженный Феофилак в болгарске. 1 Коринфян 11, 10. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов». Кавычки открывает. «Посему сказанному, говорит, жена должна иметь знак своего подчинения. То есть, если не иное что, то на голове покрывало из благоговения пред ангелами, дабы и перед ними не виси бессыдницей». Что, благоговеет перед чертями, что ли? Прости, Господи. Как этот юродствует в своих священниках, балаболит буквально. Ибо, как покрытой голове, опущенной вниз глаза, жена доказывает свою почтительность и верность положениям подчиненной. Так, не покрытой головой она обнаружит бесстыдство, которого отвращаются и ангелы, присущие верующим. Клемен же, автор книги «Строматы», довольно тонко разумел под ангелами праведника в церкви. «Жена, — говорит он, — должна покрываться, дабы не соблазнить их на блуд». Ну а какая жена? В каком возрасте? Женский пол. Это из самого контекста идет. Рядом, — говорит, — муж, если пророчествует, с покрытой головою постыжает. С покрытой. А если с покрытой головой мальчик постыжает, они так не считают. Юрий Соболев. Да, хотел еще и поблагодарить за новый выпуск с моим вопросом о неандертальцах, Игнатий Тихонович. Смотрел утром еще, очень понравился и поднял настроение. Сейчас готовлюсь к занятиям вечерним. Прошу ваших молитв. А я ему пишу. «На лето с детьми и женой к нам на дело и отдых». Он отвечает. «Благодарю за приглашение, Игнатий Тихонович. Как Господь устроит, будем осем молиться». Сергей Игнатов. «Дорогой наш Игнатий Тихонович, как я еще мало прилагаю усилий к тому, чтобы быть дисциплинированным, как ты, христианином. Кает, что иногда иду на поводу беса лени. Стараюсь исправляться, но как в той поговорке, когда голову вытащил из болота, а хвост увяз. «Наблюдаю за воспитанием Никиты, переживаю за него, что, будучи с тобой и с вами, он не осознал в полной мере, что от него хотят близкие. Мне легко смотреть, глядя на все со стороны. У него есть неплохие задатки, штеца, когда он делает с тобой общее святое дело в унисон и не срывается, как необузанный конь. Вот, меня должен открыть, кто там заходит. Кто-то пришел или что? Дайте знать. Пришел кто-то? Да, я пришел. Ну вот теперь дальше мы продолжаем. «Мне легко смотреть, глядя на все со стороны», пишет он. «У него есть неплохие задатки, про Никиту говорит, один пишет. Когда он делает с тобой общее святое дело в унисон и не срывается, как необузанный конь. У послушливого Володи, Володя, где ты? Послушливый Володя. Имеются задатки штеца. Но не достает плавности речи. Видишь как? Недавно я был в командировке в городе Харькове, 22 марта 1917 года. Был на утренней службе. Это Игнатов Сергей пишет. Он юрист. В монастыре, а по результатам посещения написал в интернете такую заметку «Мир вам, изучая Святую Библию, русский сенадальный перевод 1876 года, а именно книгу Ветхого и Нового Завета, человек познает волю своего Творца и путь в Царствие Божие, которому он был до грехопадения. В котором, видимо, в котором, буковка не так маленькая. При своем вознесении Сын Божий Иисус Христос повелел своим ученикам учить народы тому, чему он их научил. То есть благовествовать Святой Евангелие, радость жизни во Христе. Бывая в различных храмах и монастырях, обращаешь внимание на то, как на практике исполняется известная поговорка. Когда слушаешь чтение пророков и апостолов, имея уши, а слова Божия не слышишь. Происходит это по двум причинам. Во-первых, чтение книг пророков и апостолов зачастую проходит невыразительно, невнятно и с корговоркой. «Проклят всякий, кто Божье дело творит небрежно». Это Еремия, 48 глава, 10 стих. Во-вторых, Слово Божие звучит на так называемом, в кавычках, «богослужебном церковно-славянском языке», на котором прихожане не разговаривают и многие слова и обороты речи не понимают. Такое благоествование на непонятном прихожанном языке является нарушением повеления апостола Павла о проповеди Святого Евангелия на языке понятном слушателям и профанации самого понятия благовестия. Не случайно на апостолов на Пятидесятницу сошел Святой Дух, и они получили дару языка для проповеди Слова Божия среди народов. С момента принятия крещения и до 1876 года, когда Святая Библия была переведена на русский язык, народ не просвещался Словом Божиим. Так не просвещается он в масти своей граммах и сейчас. В городе Харькове в мужском свято-покровском монастыре один убеленный с сединой еремонах на вопрос о том, почему чтец во время богослужения поспешно читает псалмы, глотая в кавычках окончание слов, что не понимавший их значения, а ответил, что возможно он получил такое указание. Так считать. За такому указанию невыразительно и невнятно читать Слово Божие, только бесы радуются. На том же богослужении священник даже с проповедью не выступил. А ведь глядя на непросвещенность прихожан, как некоторые кощунственно крестятся и много чего не ведут из Святого Писания, сказать священнику было для нашего просвещения. Было что сказать. Было что для нашего просвещения. То, что люди приходят на богослужения в теплый и уютный храм, жертвуют на его содержание, не может не радовать. Но это все внешнее. Искусно выполненные гробы тоже могут радовать глаз, но внутри у них их пустота, а то и хуже. На мое пожелание слышать читаемое на квиросе Слово Божие вразумительно, четко и громко, священник снисходительного стихицы ответил, чтобы они делали без меня. Где-то я читал, что в последние времена монашествующие станут как миряне, а последние и вовсе уподобятся бесам о плоти. Читая Святую Библию, молиться и добросовестно, с полной отдачей сил трудиться во славу Божию, православные христиане могут поучиться у Свято-Возвиженской общины в городе Барнауле. Читом, который является религиозно-талантливый исповедник православной веры Игнатий Тихонович Лапкин. Изучение Святого Писания и совместная молитва по скайпу И показано, какое место это. Многому научит каждого, кто желает с радостью жить во Христе. Храни Бог всех православных, ищущих путь Господа, христиан. Прихожанин Свято-Тихоновского прихода, город Углидара, Донецкой епархии, Игнатов Сергей. 24.03.2017 года. И тут одна из Америки пишет мне. Инна М. Благодарю. Как всегда, быстро, четко. Дорогой вы наш труженик. То есть она вопрос задала, и я сразу ответил. Люди понимают это, что как же иначе-то. Это необходимо просто знать. Вот теперь мы добавляем сейчас, показываем наши ресурсы. Вот, посмотри где. Главное, что у нас здесь, это я показываю. Это мой мир. Тут мой есть адрес, куда написать можно. Очень хороший ресурс. Прислал новое личное сообщение Михаил Мазнев. Какое-то. Ну, потом посмотрю, боязно даже открывать. Потому что я его не знаю, кто он такой, что он тут мог написать. Вот. И второй, который у нас есть ресурс, очень тоже большой. Это наш православный форум. Немного посещения. От 350 до 700 в день приходит человек. Он называется православный форум Игнатия Лаптина. Ну, 1600 тем разных. Большой-большой ресурс. Заходите легко. Только вот здесь новое сообщение. Нужно откнуть, чтобы на первое. Зарегистрироваться, конечно, если писать думаете. А просто считать ничего не надо. И общий поиск по этой же линии, справа в конце, вот под этой бордовой линией. И рамочка выскочит. Слово там одно-другое подставь. И уже будешь знать, о чем речь идет. И далее. Православный видеоканал. Открытым оком. 6509 подписчиков у нас. И 5 742 013 просмотров. Ну, то есть посещают люди все-таки. Вот я ночью встаю. В другом месте мне ставят, закачивают. А я только замки снимаю. И вот события дня уже 59 человек пришло сегодня. Посмотрели. 4 часа назад. А вот вчера события дня. На них уже за ночь пришло 358. Ну, то есть у нас немного идут. Но это именно люди, которые постоянно здесь. Дальше уезжают наши Потеряевские. День назад было уже 548. И так вот. Такие цифры посещаемость. И последнее. Это во свете Библии. Православный библейский сайт. Очень тяжеловесный. Много проповедей. И тысячи. Речь идет. 4124 ван. Ответа я даю. Вот здесь вот справа видно. Разбита на 55 папок. И вот каждая папка по тематике. Вопросы. Взято из моих книг. Тут мои 38. Так и 4. Где-то. 41 или 42 книги мои. А с 38 в книжном варианте. Вот. И сейчас мы смотрим. Это у нас что идет. Семья. Папка. Именно о семье. Папка 47. Папка 47. Вот я ее отдельно выношу. И сейчас мы посмотрим. Что по стене убрать можем. Вот. Семья. Буду вопросы вытаскивать их. И будем насчитывать. Вопрос. 154. Первый. Том. Открытым оком. Я очень люблю своего мужа. Своих детей. Не грешу ли я этим против Бога? Это мне записки присылали. Я в пяти университетах вел занятия. Десятки школ. На радио три программы. Ну. Везде, везде, везде проповедовал. И в милиции, и в воинских частях. И вопросы задавали. Тысячи вопросов. Вот мне всегда нужно, чтобы кто-то толкнул. Подсказал. Говорит. А почему вы более подробно не ответите? Я отвечаю. Это с кафедры. И пришлось заняться этим. И решил один книгу даже набрать. А получилось не одна книга. 41. Ответ. Сложность получения правильного ответа состоит в том, что нет в мире ни одного слова, ни одного понятия, даже библейского, которое имело бы однозначность. Так и слово любить. Любить в большинстве случаев понимается превратно и редко в божественном смысле. Любить значит содействовать спасению, делаться с родственным божескому естеству. Если ваша любовь состоит в этом ряду, да будет она благословенна и вознаградится столицею. В каждом вопросе всегда нужно ставить четыре вопроса, чтобы правильно понять, написанное в Библии. Первое, кто сказал? Второе, когда? Третье, кому? Четвертое, с какой целью? В разрешении неопределенности своих поступков человеку также нужно ставить четыре вопроса, решая, делать это или не делать. Первое, чего я ищу этим действием? Духовного или телесного? Вечного или временного? Второе, что об этом говорит Библия? Третье, что об этом говорит моя совесть? Четвертое, не принесу ли я соблазна этим поступкам кому-либо? Получив положительные ответы по этой анкете, можешь смело притворять в дело задуманное. Любовь не бывает бесконфликтной, особенно в семье. Арсений Великий говорит, что на небе тысячи ангелов и одна воля, а на земле тысячи человек и тысячи воль. Подавляющее большинство, неуврядец, скандалов, ссор, обид, разводов, побоев и убийств в семье случаются из-за несоблюдения табелей о рангах. Муж есть глава, жена тело. 1 Коринфянам 11.3 Хочу также, чтобы вы знали, что всякого мужа глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. 1 Тимофею 2 глава 11-12 стих Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. 2 Любить значит влечь на небеса и с любимую поступать согласно Писанию, не потворствуя его слабостям, вожделениям и непокорности. 3 Если у вас такая любовь и вы живете бесконфликтно, то вы выходите из ряда обыкновенных жен. Вот это ответ, который официально я говорю. Обязательно, чтобы было по слову Божию. Как это будет выглядеть? Вот, теперь еще беру вопрос отсюда. Вопрос 132. Первый том открытым оком. Должна ли сестра по вере или по плоти проявлять смирение в отношении с братом? Или это относится только к жене, в отношении с мужем? Ответ. Навык в послушании никогда лишним не будет. Это как по табеле о рангах в Японии. Там очень четко. Жена утром обязана поклониться мужу. Сын кланяется только отцу и матери. Но сестра, хотя бы она была и старше брата, обязана поклониться ему. Как будущему защитнику и кормильцу. Девочка должна также иметь на голове свой знак для ангелов. То есть платок. В чем слушаться? Молчать ли? На все, как и для врача, нужно конкретный случай и тогда ответить точно. Неразумные речи и советы и приказания должны отвергать. Кто бы их тебе не говорил. Будь это даже и муж. И конечно же, тем более, это относится не к мужу, а к брату. Вот тут о платке он как раз сказал. Девочка должна иметь на голове свой платок. Вот мы много проехали. Ну, как много? 120 тысяч километров на Благовестие. Летние месяца мы ездили. Ну, кто не знает, просто произнесу. От Владивостока на Ходке, а мы в Барнауле, там были. И подряд все эти города. Более 600 городов и районных центров. И проехали мы через Турцию. Там в Афинах были, переплыли. И там Германия, Франция, Испания, Португалия. Потом Скандинавия, Прибалтика. И вот насмотрели всяких людей. Но нигде лучше я не видел, как в Турции. Молодые, старые, в месте где. Все одеты как положено. Вот прямо христиане. Видел это я в Болгарии. За рулем сидит женщина. Ну, красивая. И одета мусульманка. И я увидел ее, она мимо едет, там что-то задержанное. Движение медленно шло. Я ей показал вокруг лица, вот так вот руками-то. И поклонился, руку на сердце положил, а она заулыбалась. За рулем сидит. Мы это видели. Везде. И этих, как только где русских видишь, или какие, совсем по-другому. В одних трусах ходят. А то и того хуже. Даже бретельки, бретелек никаких нет. Это ужасно. Как на пляже. В Дубае, везде там, где отдыхают люди, большие миллионы оставляют. И то жалобы от населения начались. Чтобы даже не выходили, в магазины не заходили. Вот такие люди. Ну и вот, относительно того, что платок. Почему же они носят? У них все так поставлено. В первую очередь в семье. Отец, мать. И все, которые родственники, ее сразу девочкам приучают. И она к этому привыкла. Далее. Об этом говорит Мула. Об этом поет Муэдзин. Об этом шейхи говорят. Об этом магазины торгуют, специальная одежда. Куда бы она ни пошла. Вот в Игиле, в которой они установили закон, она нашла и одежду не того цвета несет. Надета. Цвет. Она в хиджабе, но запрещенный этот цвет был. Она это делала. Это уже чрезмерно. Они ее остановили, показано, допросили и расстреляли. Ни одной буквально нету. Но это вот потому. Вчера священник один тут балаболит, стоит. Да и вот поэтому, ну там что-то там замужество. То есть чего нет. Его в семинаре научили вот этим трепом заниматься. Потому что она женщина. Вопрос снятый. Это знак покорности. Это для ангелов. Ты платок не носишь, это до ангелов доходит. У нас в деревне, мы строим православную деревню. Даже маленькие девочки на улице не появляются без платка. Дома она как хочет. Она должна дома так быть. Но дома мы уже даем свободу ей. И разумная она не будет снимать. Это надо на это смотреть. И как? Ну вот так кое-как приучаем. И точно, ну и одеты как положено, а тем более в храме. И на улицах не появляются. Ну и всего ничего. 25 лет как вначале строить. И это понимают все. Без платка ни одна женщина приезжая даже в храм не зайдет. Не говоря, что в брюках мужские. Обязательно тут притворю у нас. Женщины за этим делом смотрят. У них юбки, платки заготовленные надеть. Смотреть надо. И на мусульман глядя, мы должны сказать, нам до мусульман еще бресидой ногами заплетаться. Не будет этого никогда. И поэтому я спрашивал, у мулы были, несколько человек были, тогда в Ленинграде были. Какой процент девственности до замужества? Они даже не понимают о чем. Как так? Так она и должна быть. Ну должна. Ну как показывает племя антихристова. Такой отрывок из фильма дается. Жен меня и то другое. А она не пойдет даже без носков, девочка. Ей 13 лет уже, большенькая. И она за водой бежит. Отец говорит, у тебя щелок сполз. Подтяни его. Ну нет, там нет этих парашютных лент, как у русских-то. Ну она ей говорит, там папа лететь. Много ли значит? Много дождь значит. Ты сама будешь спасен, а это место будет гореть в огне, которое голые люди видели. Надень. Она сразу подернула и пошла. Да у нас это за 1300 лет ни один отец так не смотрит. 1300 лет это Мухаммад столько, как религию свою создал. Прошло. И они об этом день и ночь заботятся. Магазины специальные, все. Вот в Англии. Она раздетая. Ну бюстгальтер буквально на ней в магазине. Зашли молодые ребята, посмотрели все. А видно там эти, они с юга приехавшие. И один ей пальцем поманул, она поближе подошла, он говорит, ты, сестра, одень как положено, платок надень. Посмотри, как наши сестры-мусульманки одеваются-то. И чтоб ты стояла так. А что ты мне указываешь? Ну я тебя предупредил. Смотри. Ну а она что? На следующий день-то они пришли, она такая же, как была, раздета. Он снова сказал, больше предупреждать не будем. Ты знаешь, что мы делаем. Поняла? Я тебе ничего не говорю, что мы делаем. И она, ее истерика начала бить. Она побежала к директору, она говорит, а я что могу сделать-то? Или уходи с работы, или тебя дорогой они перестрянут. Это твое дело. Все она делается, стоит как есть. Они заботятся, о которой русские, они их хватают, толкают, пинают. Да кому она нужна такая, идет голая? Они их не уважают и не ценят. А наши сестры идут с богослужения, а они работают у туркмена-узбеки. Знаете, фальшивые мусульмане-то на самом деле-то не настоящие. Как они сразу бросают работать, уставятся. Наши сестры идут. Мы говорим, православные. Нет, это наши. Вот это в интернете есть такое. Вопрос. 133. Первый том открытым оком. Вы никогда не задумывались о том, почему свекровь обычно не любит свою невестку, а зять-тещу? Как бы преодолеть взаимную неприязнь? Это меня спрашивают. Ответ. Без Бога не преодолеть. Это возможно только в страхе Божьем. У нашей матери с отцом нас было 10 детей. И родители с той и с другой стороны всегда жили в любви и с детьями и со снохами. Потому что все были верующие. Современные снохи должны получать такое же наставление, как Сара, жена Тавита. Книга Тавита, 10 глава, с 10 по 12 стих. Видите, какие я даю ответы-то. Я сказал, и теперь его приучают как книгам Библии. Это священники сегодня ни один не отвечают так. Ни один. Почему? У него знание голова-то забитое. И он теперь городит и не отплевывается. Врет стоит на Слово Божие. Дальше. И встал Рагуил и отдал ему Сару, жену его, и половину имения, рабов, скота и серебро. И благословив их, отпустил и сказал, дети, да благоспешит вам Бог Небесный, прежде нежели я умру. Потом сказал дочери своей, почитай твоего свекра и свекровь, теперь они родители твои. Вот как? Желаю слышать добрый слух о тебе и поцеловал ее. И едно, сказала Тови, возлюбленный брат, да восставит тебя Господь Небесный и дарует мне видеть детей от Сары дочери моей, дабы я возрадовалась пред Господом. И вот отдаю тебе дочь мою на сохранение, не огорчая ее. Видите, какой наказ дают? Считаешь, даже со стороны уже видно. Это родители твои, а у нас есть зять один. Ну, на моей сестре, женатый-то. Он мою мать никогда матерью не называл, а по имени, отчеству. А что это? Ну, сам пускай решит, что это такое. Я считаю, это все-таки относится именно к гордости. У меня тоже теща была, мать моей жены. И мы как-то сразу сошлись с ней, прям сразу. И вот они, как наша мать, их никто не учил. Моя мама, она не за меня заступается, когда у нас что-то, ну, ненадушно с женой-то, а за нее. А ее мать всегда заступалась за меня, а не за нее. Да ты так меня, родная ж, дочь. Вот кто их учил? У той и другой образования никакого не было. Исход 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Бытие 19.14 «И вышел Лот и говорил с детьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но с детьями его показалось, что он шутит». Шутит. То ли он шутил, когда-то допускал, то ли что-то балагурил, как вот Смирнов, священник Дмитрий. Не отвечает на вопрос это, а балагурец сидит, и все. 1 царств 22.14 «Я отвечал Ахимилех царю и сказал, «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он из зять царя, и исполнительны повеления твоих, и почтен в доме твоем». Вот я отвечаю по слову Божию. То есть это не мои ответы. Вопрос 134. 1 Тома Критумоком. Где найти в Евангелии о взаимоотношениях родителей с детьми? Как решать вопрос со взрослыми детьми? Ответ. Когда мою мать спросили о том, как она воспитала 10 детей, что все учатся, родители почитают, работают, она улыбнулась скромно и смущенно ответила, «Да кто их воспитывал? Они сами росли и росли». Росли и росли. Мы целый день были с отцом на работе. Ребятишек-то и не видели. Им некогда было воспитаться. Они с малых лет все в работу запряжены, и поиграть некогда было. О воспитании детей описано у нас, материалы о семье, книги «К истинного православия». Это на нашем сайте она есть, и можно выписать, она есть. Я на нее материал 40 лет собирал. Там все подробно об этом, обо всем показано. Со взрослыми проще, они уже самостоятельные. И не надо на них наседать монополию и на их зарплату держать. Обычно, жалуясь на детей, говорят, «Я поила, кормила, а он, могу добавить, но другом не стало. Нужно было познакомиться со Христом из Библии. Не терять драгоценного времени и больше быть с ребятишками. Отношения строить только на основании Библии. Вопросов много, разные нюансы, неурядицы. И мне приходилось очень много раз быть арбитражным, судьей по просьбе той или другой стороны». Твой или другой стороны. Римлянам 10 глава с 8 по 11 стих. «Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово вера, которое проповедуем. Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. С двух сторон просят помочь разобраться. И ни одного случая не было, чтобы дело не изменилось к лучшему. Если обе стороны веруют во Христа и имеют страх Божий. Но если нет авторитета Библии, живут самости и в обидах, то разговора вообще не получится. Это гниющая свалка. Отойди, чтобы тебя не задушили миазмами склощенности. Да, миазмами. Это вопрос, который я отвечаю. Снова еще один вопрос берем. Еще один. Вопрос 150. Первый том открытым оком. По заповеди Христа, почитая отца своего и мать, нужно ли мне навещать свою мать, если она неверующая и часто пьет, курит и тому подобное? Она плачет, просит, чтобы я приехал. Я не хочу этого всего видеть. И меня не тянет туда. Что мне делать? Это мне вопросы задают такие. Видите, какие люди. Ответ. Если родители, речь только о родителях, а не о родственниках, желают, чтобы их посещали, то это нужно делать, но не участвовать с ними в том, что противно здравому смыслу и Писанию Божию. Может быть, удастся трезвыми их застать. И тогда улучшить подходящий момент и засвидетельствовать о любви Божией. От нас очень многое сокрыто, и неизвестность побуждает трудиться. И неудача, что не зависела от нас, да не огорчит пусть нас. За труды ты все равно получишь от Бога награду. Главное от нас быть верным Ему во всем, исполнить Его святую волю. 1 Тимофея 5.8 Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрехся от веры, и хуже неверного. Сирахов 3.7 Боящийся Господа, почти от Отца, и как владыкам послужит родившим Его. Быть может, уже у них наклон к молитве такой. Псалом 70.9 стих Не отверни меня во время старости, когда будет оскудевать силы мои, не оставь меня. Тут-то и сгодится ваша помощь и ласковое слово. Сирахов 3.13 Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы твоей. Об Отце говорится. Теперь очень дорого стоит переезд, поездка. Тут тоже бери все во внимание. Может быть, полезнее просто написать письмо или пригласить их сюда. Не дома они, и пить будут меньше. Поставьте определенные условия, не курить. Убедите их, что это стоит того, чтобы побыть вместе. Так, подожди-ка. Это я, что я... Ага, ну дальше. Вопрос 151. Первый том открыт у Мока. Разрешается ли христианам вступать в брак с людьми другой религии? Ответ. Согласно канонам церкви, разрешается только в одном случае. Если та половина еще и не крещена, но письменно, твердо обещает присоединиться к православию. Думаю, что это дело очень рискованное. Так у старообрядцев приобретение новых паразелитов, в кавычках миссионерства, идет через вмешанные браки. Что из этого получается, они лучше расскажут. Практически все мертвым слоем покрывается и ждать большего не приходится. 2 Коринфянам 6.15. Какое согласие между Христом и Вильяром? Или какое соучастие верного с неверным? А овечка выходит замуж за волка? Кому шашлык будет? За 40 лет наблюдений сделал для себя вывод. Удачных браков не видел. И если все-таки как-то отступник возвращается, то это полутруп. Легче приобрести того, кто еще не был христианином. Вторую половину привести ко Христу. Явно, что нет на то и воли Божией, чтобы так рисковать своей душой. И воспитание детей какое будет? Чернота всегда задавливает белизну. Посмотри на браки с неграми. Вот она была верующая, все, и вышла за неверующего. С ним занимались то другое. И он обратился, а она потом дальше еще отошла и стала неверующей. И так наоборот бывает. Точно так же он берет ее неверующей. Она бывает обратится, а он совсем охладеет никакой. Вопрос 152. Первый том открытым окон. Скажите, перед крещением женщины нужно обязательно избавиться от всех противозачаточных средств? Ответ. Зачатие и рождение всегда было благословением. Все остальное от лукавого. Третья езда. 3.12. Когда начали размножаться обитающие на земле, и умножились сыны и народы, и поколения многие, и опять начали предаваться нечестию более нежели прежние. Осия 4.10. Будут есть и не насысятся, будут блудить и не размножиться, ибо оставили служение Господу. Если не нужны дети, то до этого можно достичь только удаления друг от друга по согласию. 1 Коринфянам 7.5. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не скушал вас сатана невоздержанием вашим. Советую настоятельно прочесть у Льва Николаевича Толстого крейцеру Санату. Она даст вам полный ответ почти на все семейные вопросы. Эти как вопросы, которые мне задавали, и опять еще вопросик по семейному делу. Вопрос 135. Первый том открытым окон. Если же женщина разведена с мужем, но живут в одной квартире, то как ей относиться к нему? Ответ. В Польше придумали так, читал в газете. Подавши на развод, жить несколько дней в одной комнате камеры, где одна кровать, одна ложка, одна чашка и так далее. Как правило, через 2-3 дня они свое заявление о разводе забирают обратно. Если развод связан с изменой, Матфея 19 глава, то она имеет право развестись, но предпочтительны, если она простит ему, говорит Василий Великий. А если простила, то никогда не напоминай и не упрекай. Других причин развода для христиан не существует. Первый кориффиенов 7.15. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. А если разведется, то доколе он не умрет, она не имеет права выходить замуж. Первый кориффиенов 7.39. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Сегодня церковь поступает по-другому. Если они не были вечны, то они и не были никогда законным мужем и женой, а жили в блуде. Церковь ныне не признает никаких браков, кроме церковных. Библия так не учит. Первый кориффиенов 7.14. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Неверующая половина освящается верующей через просвещение, и они называются мужем и женой. И ясно, что они не венчаны. Если разведенные остались жить в одной комнате, то ничего кроме унижения и страдания одной из сторон не будет. Вопрос 136. Если мать и отец крещены, и следовательно им прощен первородный грех, то почему ребенок наследует грех Адама? Ведь ребенок рождается уже после того, как родители его не имеют этого первородного греха. Как понимать? Ответ. Логичный вопрос и интересный. Действительно, можно в тупик зайти, если размыслить. Что касается рождения в грехах, то оспаривать не приходится. Псалом 50, 7 стих. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила мне мать моя. Видите, как я отвечаю. Библия отвечает за меня, я никак не отвечаю. Иов 14, глава 4 стих. Кто родится чистым от нечистого? Не один. 1 Калифонам 7, 14. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. 2 Калифонам 7, 14. 2 Калифонам 7, 14. Не освобождены от рабства тлению. Зачинается человек не от душ, получивший освобождение от греха в крещении. В этом есть ошибка вопроса. Приму до Соломона 7, 2. И я в отробе матерней образовался вплоть в десятимесячное время, сгустившись в крови от семени мужа и усложнение, соединенного со сном. По плоти же зачатие дает от двух смертельных только смертное подобие. Бытие 5, 3. Адам жил 130, 230 лет, и родил сына по подобию своему, и по образу своему, и нарек ему имя Сив. По образу своему. Адам уже, это никуда и во грехе, за счет беззакония, за счет, вот только по этому, по телу. Все на этом. Так, кто там у нас есть, слушает, мы отходим. Все, тогда до свидания. С Богом.